В эфире телеканала АЭСТ. Новости сейчас в студии Марина Беклемишева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще один день после большой воды. Тулун оправляется после страшного наводнения. Город разрушен. Тысячи жизней изменились в одночасье. Сейчас в Тулуне работает наша съемочная группа на прямой связи со студией корреспондент Анастасия Байдракова. Анастасия, расскажите, пожалуйста, что происходит в городе, как настроены люди? Добрый вечер, Марина. Что сказать, Тулун постепенно приходит в себя. Сегодня открыли федеральную трассу, и это очень сильно разгрузило город. Сразу же смогли уехать те, кто здесь вынужденно застрял на последние четыре дня. Семьи, которые двигались с восточной части страны в западную на своих автомобилях. Потихоньку начинают уезжать в фуру, разгружаются стоянки, которые были буквально забиты в последние сутки. Появилась связь между двумя берегами города, левым и правым. Это значит, что теперь могут проехать скорая, пожарная, другие службы города на какие-то экстренные вызовы. С другой стороны, проблем остается немало, и, возможно, они даже увеличиваются. Ну, во-первых, это, конечно же, завал. Их нужно разбирать. То, что сейчас обнажается после того, как уходит вода, выглядит просто катастрофически. Кроме того, вода остается в затопленных местах, в низинах, и ее нужно оттуда только выкачивать. И такой воды, это не просто литры, это какие-то миллионы литров. И она пока будет стоять. А это риск распространения каких-то инфекций. Поэтому в городе уже сейчас начали работать бригады врачей. Они ставят прививки от инфекционных заболеваний всем жителям, созывают их с помощью рупоров на то, чтобы они пришли и поставили прививки. В городе также работает специальный грузовой транспорт, который ездит и собирает трупы животных. К сожалению, их тоже немало, их приходится вылавливать из воды. Ну, а для людей это время осознать, что случилось. Пережитый первый шок уже отступил. И приходит осознание всего масштаба трагедии, всего горя, которое они пережили. Сегодня мы весь день общались с жителями Тулуна, и я предлагаю вам увидеть то, что и мы увидели. Тяжело. Уже вот четыре дня спать невыносимо. Ночью холодно, утром жарко. Уже четыре дня семья Аллы Левшовой, у которой четверо детей, живет под открытым небом. В день наводнения они успели спасти скот, и теперь его не бросишь, а в центр временного размещения с собой не возьмешь. Хозяйство прибавляется на глазах, приходят собаки и кошки. Всех кормят молоком от тех же коров, которые раньше продавали, тем и жили. Сейчас семья ищет хоть какие-то возможности, пусть даже за деньги, снять частный дом. И с ужасом понимает, что от гибели их отделяли буквально минуты. У нас, в общем, по телевизору не предупреждали, что будет такое вообще глобальное наводнение. Мы убегали уже почти, ну, в чем были вообще. Успели взять документы и небольшой узел, детям переодеться. Вода, ночь, люди кричали диким матом, дома тащили люди на крышах. Это просто ужас. Это вот всего не объяснишь. Кажется, что это сон, проснешься и такого не будет. Ну, просто не должно было быть. То, что мы из-под слышали, это не объяснить словами. В ту ночь Александр Панов, который буквально за день до паводка приехал из Иркутска к родным, спасал на своей лодке людей. Поехал вывезти родственников и помогал им честникам до пяти утра, пока не пропорол лодку, а затопленный забор. Забирал семью за семьей, без плана местности, ориентируясь лишь на свет фонариков. Это был просто кошмар. Кругом мчали коровы, вылез собаки, гуси гоготали, люди кричали о помощи. Помогали в основном тем людям, которые были с фонариками. Ну, и мы могли в этом шуме, в этой неразберихе их увидеть. Был такой момент, что мы шли на адрес, на помощь. Кричал ребенок, мы сказали, что сейчас на обратном пути заберем вас. Когда в этот район вернулись минут через 30, эвакуировали там, видимо, с ближайшего дома семью. Нам сказали, что вот где-то тут кричали, ну, позвали помощи мати с ребенком и с дедушкой. И по словам этих людей, что к ним никто не пришел. Картины разрухи, которая появляется из-под воды, ужасают с каждым днем лишь сильнее. Сейчас уже трудно представить, что еще совсем недавно в этом доме жили люди. Он был уютным и очень обжитым. Но милые бытовые мелочи, которые остались на своих местах, только подчеркивают общую картину разрухи. Вот, например, цветок на окне. Видно, что еще совсем недавно он стоял здесь. А рядом лежит книга, которую кто-то начал читать и оставил на подоконнике. «Дикая собака Динго» или «Повесть о первой любви». С открытием дороги люди используют каждую возможность, чтобы разыскать свой дом, спасти какие-то вещи. И с каждым днем все сильнее накатывает осознание. Прежней жизни больше не будет. Дома, ну, ила земли по окна, по подоконнике. В двух комнатах даже пробраться невозможно. То есть все, что есть там, все попадало. Каждое утро начинается с того, что я думаю, где мы жить будем. Вот нам по 55 лет мы остались. Я вот сегодня плакала, утром мне муж говорит, что рыдаешь, как по покойнику. Ну, а действительно, дом-то хоронишь свой. Анастасия Байдракова, Александр Барновский, Артур Рощупки. Новости сейчас. Число погибших в результате наводнения в Иркутской области возросло до 18 человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. Люди погибли в Нижнеудинском, Тулунском и Тайшетском районах. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Сотрудники МЧС и полиция продолжают поисково-спасательные работы. Проводимые сегодня поисково-спасательные работы дали негативный результат. Значит, было обнаружено еще 4 человека погибших. Вот в итоге мы имеем 18 погибших на территории зоны чрезвычайной ситуации в результате паводков. Вот поступило 3 заявления от граждан о пропаже их родственников. Итого мы сейчас имеем 17 человек, которые без вести пропавшие. И как только что стало известно, 4 человека, которые числились пропавшими без вести, найдены живыми. Таким образом, страшный счет наводнения в Иркутской области на эту минуту таков. 18 погибших и 13 пропавших без вести. Оценку ущерба, нанесенного социальным сооружением и жилому фонду, начали проводить в зоне паводка в Иркутской области. Сегодня уже подготовили первую документацию по расчету ущерба. Специалисты ведут под домовой обход. У меня вся бытовая техника, все там затопило. Какая мне будет доказана помощь? Я пенсионерка. Что мне будет? Какое жилье или еще что-нибудь? Создана комиссия. Вы вместе с ними, с комиссией, комиссионно будет оценен ваш ущерб. Если частично он утрачен, то будет до 50 тысяч. Какой ущерб нанесен стихии? Это один из важных вопросов. Сегодня в Тулун зону чрезвычайной ситуации прибыл глава региона. С ним работают специалисты, которым предстоит оценить нанесенный стихией ущерб. В первую очередь, внимание жилым домам и социальным объектам. Это необходимо для подготовки документов на выплаты населению компенсаций. За вчерашний и позавчерашний день выдано примерно 3500 этих выплат. Сегодня выплаты будут продолжаться. Мы сегодня, очевидно, выдадим более 2000. И, наверное, останется на завтра уже отдельные, которые по каким-то причинам еще не обратились вот в эти пункты, где выдаются справки и выдаются деньги. В результате паводка во всех пострадавших районах Иркутской области подтоплены 49 социально значимых объектов, 10 тысяч жилых домов, 10 тысяч приусадебных участков. Произошло подтопление 96 населенных пунктов. Их жизнедеятельность необходимо восстановить в кратчайшие сроки. Это жилье для тех, кто его потерял, объекты энергетики, связи, транспорта, больницы и школы. Яна Романова, Денис Кононенко. Новости сейчас. На трассе Р-255 «Сибирь» в Тулуне запущено движение в обоих направлениях. Мост через реку Ия открыт. Сначала едут легковые автомобили, позже большегрузы. Высота воды над проезжей частью на подходах к мосту через реку Ия незначительно и уменьшается. Завершена расчистка завалов и уборка мусора с двух сторон автодороги и затопленных ранее подходов к мосту. В результате паводка пострадали не только люди. Большой ущерб нанесенной экономике области, чтобы предусмотреть дополнительные средства на помощь семьям и восстановление территорий после наводнения, парламентарии запланировали внеочередную сессию законодательного собрания. Спикер областного парламента Сергей Сокол отмечает, люди, которые проживают в зоне чрезвычайной ситуации, потеряли весь урожай, поэтому необходимо предусмотреть компенсации. Отдельно предложено зарезервировать деньги за погибший скот. Над этим, по поручению председателя, уже работают профильные комитеты заксобрания. Также предложено разработать комплекс мер по действию в таких чрезвычайных ситуациях в будущем. О причинах паводков в Иркутской области строят много догадок. Обыватели и те, кто хочет прославиться в сети, придумывают разные версии произошедшего. Такое масштабное наводнение в регионе зафиксировано впервые. Мадина Халикова и Сергей Полянский пообщались со специалистами. Наши корреспонденты развеют слухи в следующем сюжете. Наводнение в Иркутскую область пришло 26 июня. Первыми под удар стихии попали Нижнеудинские и Тайшетские районы. Буквально за сутки уровень воды перевалил за критические отметки. Пострадали сёла, деревни, приусадебные участки, садоводство, дачные посёлки. По словам метеорологов, повышение уровня воды в реках спровоцировали обрушившиеся на регион осадки и аномальные климатические явления в горах Восточного Саяна. По фактическим осадкам, которые приходят к нам с наших пунктов наблюдений, как раз видно, что пик выпавших осадков пришёлся на 25 и 26 июня. Превышение месячных норм, от полутора до четырёх, это случилось всё за короткое время, что и, скорее всего, спровоцировало такое быстрое повышение уровней воды в реках. Четырёхмесячная норма осадка выпала в Тулунском районе. К концу прошлой недели затопило город Тулун. Он буквально остался отрезанным от внешнего мира. В интернете приводили разные версии случившегося. И взрывы ледника в горах Восточного Саяна, и искусственно вызванные дожди для тушения лесных пожаров. Этот экстремальный паводок совпал с запоздавшим с неготаянием в Восточных Саянах. И поскольку такой интенсивности дождей для июня не характерны, обычно это, если и бывает, то в июле-августе, то это сочетание дало абсолютно экстремальные условия. Также в социальных сетях катастрофу списывали на сброс воды на Братской и Иркутской ГЭС. По словам авторов публикации, для обеспечения электричеством крупных промышленных потребителей по низкой цене. Энергетики эту информацию опровергают. Сбросы воды на гидроэлектростанциях контролируются федеральными ведомствами и ФАС в том числе. Тем более спровоцировать наводнение пропуском воды через станцию в затопленных городах невозможно. Как минимум река Бирюса и река Уда, они не впадают в Братское водохранилище, они впадают в реку Ангара, ниже Бугучанской ГЭС. Что касается реки Ия, то невозможно подпором с Братской ГЭС никоим образом сформировать наводнение в городе Тулум. Сейчас энергоснабжение восстановлено для более 6 тысяч жителей затопленных территорий. Как рассказал генеральный директор Евросипэнерго Михаил Хардиков, предприятие будет предпринимать все усилия для помощи пострадавшим в наводнении. Мадина Халикова, Сергей Полянский. Новости сейчас. Информация о второй волне паводков беспочвена. Никаких предпосылок для этого нет, заявили в Иркутском управлении по гидрометеорологии. Сейчас на всех реках идет снижение уровня воды. В ближайшее время он понизится еще на 70-100 сантиметров. Обстановка стабилизируется. Что касаемо осадков, то в ближайшие трое суток мы ждем осадки. И они и в Тулунском, и Нижневинском районе пройдут. Но касаемо Нижневинского района, это горные участки. И это будет в виде ливневых дождей, но локального характера. То есть таких условий, которые способствовали этим событиям предшествующим, их, естественно, не будет. То есть таких продолжительных, затяжных дождей, поэтому беспокоиться не стоит. В Тулуне тоже ожидают ливни, но особенность их в том, что они носят локальный характер на гидрологическую обстановку, по словам специалистов, это никак не повлияет. В Тулуне уже несколько дней кинологи спасают домашних животных, которых хозяева оставили на цепи, убегая от наводнения. Один из таких эпизодов сегодня наблюдала наша съемочная группа, и мы покажем вам его без комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok КПТР Закрыл? Закрыл? Ну, быстро, а то там у нас киновод позвонил, там еще надо ехать. Скажите, сколько уже спасли, сколько еще? Ой, мы не считали, потому что которых питомник привезли позавчера, это 33 головы. А сколько передали животным, 30, 40, 50, не знаем. То есть мы лоббили... Передали хозяевам? Да, вот хозяева ждали, которых мы вытаскивали, вот когда самый пик был, наводнение. А, ну, точно не скажу, конечно, никак. Потому что, ну, не до этого было. А сколько еще работы? Ой, не знаю, ну, сейчас у нас пас уже меньше, ну, сейчас вот звонили, надо ехать срочно. Поехали. И вот о чем пойдет речь далее. Рыбачить разрешили. Нерестовый запрет закончился, но омуль по-прежнему неприкосновенен. Робот-сварщик или сохранение родного языка с помощью очков виртуальной реальности. Что еще продемонстрировали участники молодежного форума «Байкал» расскажем через несколько минут. Маленькие, но прыгают высоко. Юные акробаты вернулись в Иркутск с наградами международных соревнований. Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс авиакомпании «Райра» по маршруту «Иркутск-Байдыха-Иркутск». Время в пути 2 часа 25 минут. Просим пристегнуть ремни. Следующая остановка – теплое море, песчаные пляжи, аквапарки и сочные фрукты. Желаем вам приятного отдыха. Рыбу ловить разрешили. В Иркутской области закончился весенне-летний нерестовый запрет. Он действовал в регионе с апреля по конец июня. За это время выявили более 700 нарушений. Изъяли 560 килограммов рыбы, наложено свыше 1 миллиона штрафов. Кстати, скорее всего, именно из-за штрафов количество браконьеров на водоемах и реках области существенно уменьшилось. С ноября прошлого года установили новые, более высокие платежи за каждый незаконный хвост рыбы. Например, за одного выловленного омуля придется отдать 3640 рублей, а в период нереста – в два раза больше 7 тысяч. За ленка, пеледь, хариуса или щуку – около тысячи. Официально квоты на вылов байкальского эндемика есть у малочисленных народов со стороны Бурятии. В том числе оттуда к нам везут омуль на продажу. Республика Бурятия выделила на 2019 год 55 тонн, то есть квота на 55 тонн омуля байкальского. Это для коммуновестников, то есть для коренных и малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, которые проживают на территории Бурятии. Это в севербайкальском районе, Баргузинском, Курумканском, с правом реализации. Наличием квот пользуются в том числе нечистые на руку перекупщики. Из-за этого возникает нелегальный бизнес. Росрыболовство обсуждает варианты замены квоты на вылов компенсации в рублях, чтобы программу по восстановлению популяции омуля было легче реализовать. Социально активные молодежи – целая неделя для продуктивного общения. Форум Байкал завершился на Малом море. Участники представили свои проекты по шести направлениям. Самые интересные и важные идеи получили гранты. Подробнее о форуме в нашем материале. Оказаться в незнакомом пространстве в кромешной темноте. Попробовать определить, что перед тобой. Запеленать ребенка, порисовать, да просто не запнуться о ноги соседа. Проект «Темнота» – один из участников форума Байкал. Помогает представить, как живут незрячие. И в буквальном смысле делает людей ближе. Здесь, конечно же, взаимовыручка, рука рядом. Наверное, об этом говорит каждый. Но это нужно прочувствовать. И тогда это просто невероятные эмоции. Наверное, было видно, когда мы выходили оттуда все с горящими лицами. На выходе прям отслеживается, как люди сплочены. Они уже друг... Нет барьера, незнакомства. Они, возможно, не запомнили имя, но они помнят друг друга по тактильным даже ощущениям. Они открывают глаза, видят этот мир. И вот это осознание о том, что там я не знаю, не могу сориентироваться с открытыми глазами в пространстве, да. А там с закрытыми глазами, с незнакомыми людьми мне удалось вот это вот именно осознать. Такая площадка невизуального восприятия впечатлила экспертов. Проект занял второе место в направлении социальное предпринимательство. Всего на форуме работали по шести направлениям. В науке и технологиях класс показали студенты Иркутского политеха. Вот, например, этот робот – уникальный сварочный комплекс, который стал президентом Сколково. Конструктивной особенностью комплекса являются это небольшие габариты, что позволяет ему варить предизолированные трубы и варить трубы, расположенные в каналах. То есть он позволяет выполнять орбитальные движения, это движения вокруг трубы, колебательные движения для заполнения сварочного шва, подъем горелки вверх-вниз, если это необходимо, сварщику, и изменять угол наклона горелки в зависимости от пространственного положения робота. Обладательница Гранта Екатерина Аксаментова рассказывает, как придумала неожиданный способ сохранить тофаларский язык с помощью очков в виртуальной реальности. Осталось около 400 человек, из них меньше 100 знают свой родной язык. И мы придумали новый способ изучения родного языка посредством того, что мы записываем видео в формате 360 на территории, загружаем в очки, наполняем инфографикой и словами, с переводом на русский, английский, тофаларский язык. И школьники, когда надевают, могут смотреть, например, «Гора» и с переводом. Также работали направления добровольчества, студенческие профсоюзы, диалог культур и медиа. И хоть отдельно экологию в этот раз не выделяли, тема лейтмотивом прошла сквозь весь форум. Называется это «Проектная мастерская. Проектная мастерская – экологическое просвещение». То есть каждый участник нашего форума, он получил уже необходимые знания по правильному экологическому поведению. Это вот о том, про раздельный сбор мусора, про вред батареек, о том, что необходимо их правильно утилизировать и так далее. Участников приветствовал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Всего форум «Байкал» собрал 550 молодых, активных и изобретательных. Они приехали из разных городов России, а также 19 зарубежных стран. Австрии, Монголии, Кореи, Китая, Польши, Вьетнама и других. Гранты на общую сумму почти 10 миллионов рублей получили 25 человек из 14 регионов России. Марина Виклимешева, Алексей Шапенков, Сергей Полянский. Новости «Сейчас». Улыбчивый солдат во дворе жилого дома. Такую скульптуру установил иркутянин Андрей Трусов. Часть памятника пришлось восстанавливать. Отсутствовал фрагмент автомата, половина букета и заметно стерлось лицо. Монумент Андрей нашел при разборе разрушенного детского лагеря еще в середине 70-х годов и все это время хранил у себя во дворе. А после скульптор решил восстановить статую и выставить на всеобщее обозрение. Больше всего она интересная. Есть, конечно, тяжелые моменты, есть моменты пыльные, грязные. Но все-таки она больше меня привлекает тем, что она интересная. И о спорте. Хоккейный клуб «Байкал Энергия» завершил комплектование команды к сезону 2019-2020. Состав команды пополнили защитник Михаил Прокопьев, полузащитники Андрей Прокопьев, Вячеслав Вдовенко, Егор Александр Егорычев, а также нападающий Сергей Ганн. Напомним, братья Егорычевы ранее уже выступали в составе иркутской команды. Подготовку к старту нового чемпионата «Байкал Энергия» начнет в ближайшее время. Прыгают все выше и выше. Иркутские акробаты привезли три медали с международного турнира «Иртышские зори». Он проходил в Казахстане. Все награды наши спортсмены завоевали в прыжках на акробатической дорожке в возрастной категории от 9 до 12 лет. Подробнее об успехах расскажем в сюжете. Радуют зрителей, словно артисты цирка. Прыжки на батуте — сложный вид спорта. Он включает в себя индивидуальные синхронные номера, а также этюды на акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Раису Будунову в секцию по акробатике отдала тетя. Девочка с детства любит прыгать на батуте и ходить на руках, как на ногах. Фляки назад и вперед, кульбиты, сальто — все это делает ее счастливой. И даже жарким летом в период каникул она с удовольствием идет на тренировку. На международном конкурсе «Иртышские зори» юная спортсменка завоевала медаль высшей пробы. Помимо Раисы Будуновой на соревнованиях успешно выступили и другие воспитанники Иркутского дворца спорта «Юность». Стефания Никифорова стала бронзовым призером турнира, а среди юношей серебряную медаль получил Вадим Мархаев. При этом сложность прыжка у иркутского спортсмена была выше, чем у соперника. Тренер Татьяна Шубина отмечает важность соревнований. Для многих они становятся трамплином на международную арену. Мы 15-й раз принимаем участие в этих соревнованиях. И всегда наши ученики стоят на педестале почета. Конечно, хотелось, чтобы эти соревнования были такими же ударными, такими же успешными. И для многих спортсменов, которые уже выпустились, эти соревнования были первым международным опытом. Всего в турнире «Иртышские зори» участвовало более 300 спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и других стран. Это единственные соревнования в Казахстане, утвержденные в календаре Международной Федерации Гимнастики. Александр Гаврилов, Александр Волков. Новости сейчас. Иркутская спортсменка Наталья Можина завоевала две серебряные медали в финале Кубка России по плаванию. Соревнования проходили с 27 по 29 июня в городе Обнинск. Иркутянка стала второй на дистанции 100 метров батерфляем с результатом 59,9 секунды. И на 200-метровке комплексным плаванием ее спортсменка проплыла за 2 минуты 19,59 секунды. Наталья Можина тренируется у заслуженного тренера России Виктора Агеенко. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. До встречи.